24 августа просроченный киевский диктатор выступил, ну, видимо, как ему показалось, с пафосным обращением к нации. На самом деле, так сказать, яд стекал по губам Зеленского. Так оно и понятно, потому что вместо рассказа о будущем Украины, вместо даже, может быть, и пустых, но, по крайней мере, обещаний, в которые кто-нибудь мог поверить, он сфокусировался на России. Оскорблял, унижал граждан нашей страны, руководство нашего государства. Думаю, делал это от, наверное, накопившейся бессильной злобы, ну и в том числе по заказу своих заокеанских хозяев. Им очень нужно хоть что-то в преддверии электоральных процессов в Соединенных Штатах Америки. А приказы этих самых хозяев он готов исполнять, наплевав на все. На некогда заявления, сделанные им же относительно будущего Украины, только демократичные, только высокотехнологичные, ну и так далее. Кстати, это какой-то получился настоящий оксюмарон. С одной стороны, вроде бы, День независимости Украины, но по какой-то странной, неведомой, то ли случайности, возможно, так могло показаться самому Зеленскому, а на самом деле, не очень похожему на совпадение случайное с течением обстоятельств. В этот же день там, в Украине, присутствовали президент Польши Аджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингриды Шамониты. Они буквально своим присутствием подтвердили отсутствие независимости Украины сегодня. А почему? И что же это такое за странное дуэтное новообразование вокруг Зеленского в День независимости Украины? Это просто лидеры стран, которые ранее составляли Польско-Литовскую унию, известную в истории как, собственно, Речь Посполитая. Вот именно от нее далекие предки нынешних нацистов искали защиту от Московского царства. Предки тех, я бы сказала, я бы уточнила, кого буквально выдавили из своей страны или уничтожили киевский режимные неонацисты, или поставили себе в услужение. Те, кто искал защиту у Московского царства, даже предположить не мог, что станет с потомками, во что их превратит киевский режим. Продолжение следует...